Если вы хотите узнать, кто такой Шейн и как он относился к Ричи или относится ли он до сих пор к Ричи, то смотрите данный видеоролик до конца. Новое видео выходит каждый день в 20.00. Ролик сделан при поддержке Arizona RP. Вся дополнительная информация в описании. Но перед всем этим, как обычно, как и полагается, как и всегда, как и везде, нативная интеграция или прямая интеграция или продакт-плейсмент или как вы это еще модно там знаете или все это называете. Arizona, Roleplay Phoenix, IP, а также мой никнейм Данте Коннор находятся в описании данного видеоролика. По всем вот этим вот параметрам, а также по всем остальной штуке, которую вы найдете в описании данного видеоролика, вы можете много всего сделать. Также там есть ссылочка на мой телеграм-канал, поэтому заходите туда, подписывайтесь. И, в общем-то, все у вас в жизни будет замечательно, хорошо и звонко, дичайше и по красоте, в общем. Кажется, мы стали забывать, что у меня на канале есть такая рубрика под названием «Кажется, мы стали забывать» сокращенно КМСЗ. Не то, чтобы это особо сокращает такое длинное название, но хотя бы что-то. Да, это вносит какую-то непонятицу, путаницу и вот все прочие вот эти вот вещи. Однако, давайте сейчас мы поговорим немного не про это. После моего обзора под названием «Самп-обзор сезон 2 весь GTA Самп Ютуб» поступил мне один десяток вопросов ко мне, вот лично ко мне. И один из самых распространенных был «Слушай, а вот ты рассказал про Ричи, а вот кто такой Шейн-то?» Ну вот ты расскажи. То есть, ну вот если они были до этого, то логично, что если Ричи где-то есть, то должен быть и Шейн. Почему я про него ничего не знаю? Я хочу вот узнать вот максимально про Шейна. Все дело в том, что я про Шейна сам особо ничего не знаю. То есть, вы сейчас услышите мои поверхностные знания по поводу всего этого, однако вполне возможно, что я могу знать больше, чем знаете вы. И вполне возможно, что я знаю больше, чем знаете вы. Иначе как объяснить то, что на моих самых первых обзорах там уже по 11, по 17 тысяч просмотров. А это как бы, ну, неплохо для такого GTA-самп-ютубера антихайпового, как меня. Поэтому давайте уже все это и начнем. Кажется, мы стали забывать Шейн. В данной серии видеороликов, кажется, мы стали забывать, я постараюсь напомнить тебе о зашкварах твоих любимых ютуберов, про которые ты мог забыть, либо вовсе не знать. Поэтому приятного тебе просмотра. Да, мы все забыли Шейна. Ведь подумать только, один из самых популярных ютуберов раньше был не один. Ну, да, типа сейчас он тоже не особо один. Хотя сейчас он, наверное, все-таки больше один. И канал-то у них назывался Ричи и Шейн. Об этом намного подробнее я рассказывал в своем самп-обзоре весь GTA-самп-ютуб. Если вы еще не видели его, то как бы настоятельно рекомендую вам его посмотреть, дабы не позориться и вообще все у вас было замечательно. Так вот, все, что известно лично мне про Шейна. В общем-то, Шейн это такой, знаете ли, забавненький, смешной человек, который поначалу снимал видеоролики с Ричи, потом он с канала Ричи пропал, канал Шейн, Ричи и Шейн переименовался просто в Ричи. И, в общем-то, все. И потом, через какое-то неопределенное время, появился такой канал под названием Экземпл, Экземплбэк, или как-то вот так он там назывался. В общем-то, достаточно сложное название, его достаточно сложно было найти в поиске. И все так, в общем-то, это не важно, потому что и сейчас канал называется Шейн Кросс, и его, как бы, вполне спокойно может найти абсолютно каждый человек, который, ну, плюс-минус постарается все это сделать. И вот, его ролики начали всплывать в рекомендациях. И что я могу сказать по поводу всех этих видеороликов? Ничего интересного в них не было. То есть, если у Долорензи, типа, просто какая-то пошла конъюнктура, и сюжеты достаточно примитивные, где все повторяется, где все одно и то же, где сюжет можно предсказать просто по начальному вступлению, то тут просто Барон Гейм Коронос, просто этот Барон Гейм Коронос, в отличие от оригинального Барона Гейм Коронавируса, или, там, знаете ли, от Стива, просто он делает какой-то нормальный, не вырвиглазный монтаж. Да, конечно же, с монтажом он перебарщивает. Монтаж это такая штука, которая должна быть, такая, знаете ли, сбалансированная. И то есть, не должно быть каких-то ресинхронизаций. Вот тут я, допустим, нормально смонтировал, там, и переходы, там, наложил какие-то жесткие вот эти все с 3D, а тут я просто, типа, наебашил прямую склейку, потом где-то, там, к 40-й минуте я наклеил, там, морфкаты, да и, в принципе, вот так все сойдет. Я же монтирую в Sony Vegas, я же хочу сделать все это динамично, поэтому, в общем-то, я сделаю точно так. Нет, это полное говно, и так монтаж не делается. Монтаж должен быть сдержанный, нормальный, вот как, допустим, у меня в видеороликах, он очень сдержанный, как, допустим, у Дмитрия Пучкова, да, вот, замечательного в его видеороликах монтаж тоже очень сдержанный, то есть, чисто вот эти вот, знаете ли, прямые склейки и вот эти вот ракурсы с разных камер. Вот у Андрюхи Киевского, допустим, монтаж очень сдержанный, у Ангела Касада монтаж очень сдержанный, а то, что делает там какой-нибудь, я не знаю, Делорензи, хотя нет, у Делорензи тоже монтаж, скажем так, из сдержанного такого. Но вот у Шейна или там у каких-то прочих людей, допустим, вот с канала Кацуки, у него просто там не монтаж, это просто называется, я решил повыебываться и наклеил всякой хуйни вот в свой видеоролик. Такого делать категорически не надо, потому что сразу видно, что человек, типа, выебывается, и вот этот вот весь монтаж, вообще-то не монтаж, это, блядь, композитинг. Однако, мы отвлеклись, я опять полил немного воду, но эта вода, она, скажем так, не особо бесполезна, потому что, ну, её хотя бы можно послушать и адекватно воспринимать. Так вот, и по итогу Шейн снимал, снимал свои видеоролики, там, снимал какие-то видеоролики с Делорензи, там, ночные беседы какие-то видеоролики, там, были с Тофиком Дипсайзом, потом он снимал свои летсплей, потом какой-то клип вообще запилил, смонтировал, там, кое-как, более-менее, там, всё это выгрузил и сказал, что я устал, я мухожук, я ухожу со всего этого, я не получаю должной отдачи, всё, всем спасибо, всем пока, и вот уже более года он не выпускает видеоролики. Непонятно, на что он надеялся с таким уровнем контента, то есть, ну, непонятно. Не, ну, бля, я стараюсь, я делаю, как бы, я-то человек во, у меня просмотры во, ну, ну, чё это такое, бля, я рождён, чтоб чисто ролики, бля, по сам попилить и тёлок трахать, и, как вы понимаете, со вторым я уже успешно справился, а вот первое, чё-то, чё-то, да, мало просмотров, да, блин, недооценили, блин. То есть, ну, это вполне понятно, что вот, когда я выпускаю видеоролики каждый день в 20.00, с выдержанным монтажом, с одной и той же, так сказать, с одной и той же темой оформления с инфоповодами. Понятно, что я претендую на миллиарды просмотров, но они почему-то вот не собираются, я такой, типа, да похуй, типа, не собралось и не собралось. Но вот Шейн, он прям, вот, я не знаю, вот эти вот все ютуберы, они меня так бесят, сука, но я вот просто не могу. Жёлтый значок у них на видео, у них уже, блядь, дизмораль. Да, блядь, у меня по 100 просмотров на видео, блядь, я вот сижу, не плачу, блядь, ролики каждый день делаю, вы чё, суки, блядь. Вот когда у меня тысяча роликов, блядь, будет, и вот там, блядь, на тысячу роликов будет написано нет просмотров, вот тогда нужно плакать, блядь. Вот это называется, блядь, настоящий антихайп. А пока у вас ролики хоть чё-то набирают, идите вы все нахуй. Вот чё я вам могу сказать. Всем спасибо за просмотр данного видеоролика, IP Arizona RolliPlay Phoenix, а также ссылочка на мой телеграм-канал. Всё это находится в описании данного видеоролика. Заходите туда и ознакомьтесь со всей информацией именно там. Всем спасибо, всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok